Приветствую вас и отвечаю на вопросы о том, как самостоятельно победить невроз, как справиться с ним. Ответ будет таков. Средством для победы над неврозом является интроспекцией, то есть, это отчет человека о самом себе, о его деятельности, о том, что он чувствует. По сути, это обратная связь к самому себе в отношении своих ощущений, переживаний, мыслей и прочего. Значит, причиной для невроза это различные внутренние конфликты, связанные, как правило, с социальной средой. Говоря языком узким, узко-профессиональным, можно сказать так, что это конфликт социального индивида и культурной личности, личности как субъекта культурных ценностей. И этот конфликт, кроется, проявляется в том, что человек не способен удовлетворить свои потребности, базовые. И, значит, испытывают угрозу своему комфортному, спокойному состоянию, что и провоцирует, собственно говоря, страхи, значит, приводящие к затяжному нервному состоянию и тревогу в системе. А самостоятельно справиться с неврозом, Возможно, лишь тогда, когда у вас есть достаточно времени, достаточно воли для того, чтобы анализировать конфликт, понять его причину и способность его разрешить. Поскольку себя человек осознавать способен в несколько ограниченной форме, то велика вероятность, что самостоятельно с неврозом вы не справитесь. Ведь причина конфликтов может крыться подсознанной и не быть способна. Но в этом случае самостоятельно вы не сможете с ним справиться. Так или иначе, любой конфликт можно разрешить, и если вы станете анализировать свои мысли, причины своих страхов, обобщать их. То есть, вы пишете, например, здесь, что ваши страхи сменяются один за другим. То есть, одни страхи уходят, другие приходят. И вы воспринимаете их как самостоятельные ощущения. То есть, одни страхи ушли, вы перестали чего-то бояться, другие страхи пришли, вы начали чего-то бояться. На самом деле, базовый страх, он остался. Он никуда не уходил, просто изменилась его форма. И все, чего вы боитесь сейчас, это лишь следствие, лишь проявление внутреннего конфликта. Да, чтобы справиться с неврозом, нужно проанализировать вашу жизнь, ваши отношения с окружающими, ваши детско-родительские отношения, ваши профессиональные деятельности. Ну, чтобы выявить вероятные противоречия, вероятные их конфликты, и помочь вам в их разрешении. Если вы хотите сделать это самостоятельно, то необходимо для начала освоить техники, техники релаксации, которые дадут лишь временное, так сказать, улучшение вашего состояния, потому что они не снимают тому причину. и когда вы будете чувствовать себя лучше, ощущать способность к анализу, к познанию себя, если вы хотите сделать это самостоятельно, то нужно, вот, значит, анализировать свое поведение, свои интересы, свои внутренние переживания, чтобы докопаться до конфликта. То есть, конфликт, это вот, такое, знаете, фундаментальное противоречие. И его вам нужно, после чего, как-то разрешить. Может быть, с помощью своих друзей, может быть, своими силами, может быть, обратившись к психологу. Но именно так вы справитесь с неврозом. На этом все, надеюсь, что помогу вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, всегда помогу. Если вам это понравилось, сделайте его лучше, пожалуйста, буду благодарен. Желаю вам всего доброго.